Мы помним, мы гордимся. В преддверии праздника 9 мая четыре штаба волонтеров Победы Бугучанского района приняли участие в мероприятии «Города-герои России». Птица года. Сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края провели брейн-ринг среди учеников одной из бугучанских школ. Десять лет на сцене. Круглую дату отметил народный хор «Сибиряночка». Здравствуйте! В эфире новости Бугучанского телевидения. С вами Людмила Кочнева. И обо всех важных новостях в ближайшие полчаса. Сегодня в Бугучанах произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста», двигался со стороны улицы Шанцера в сторону улицы Маяковского. Почувствовал себя плохо и в результате чего не справился с управлением и съехал с проезжей части, врезавшись в забор. К счастью, рядом не было пешеходов, и поэтому в результате ДТП никто не пострадал. Водителю, кроме ремонта автомобиля, придется ремонтировать и забор. Госавтоинспекторы призывают водителей учитывать состояние своего здоровья, прежде чем садиться за руль. Если почувствовали недомогание, нужно отказаться от управления транспортным средством, чтобы избежать таких последствий. В Бугучанском районе полицейские установили подозреваемого в незаконной рубке леса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 34-летний мужчина в июле 2017 года с помощью бензопилы совершил незаконную вырубку деревьев породы сосна в количестве 10 штук, а также 16 деревьев породы лиственницы. Сумма причиненного ущерба составила более 200 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Летом 2017 года была совершена незаконная рубка в районе нефтепровода, недалеко от поселка Ангарский. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, вывозившие данную древесину, а также приобретавшие. Кроме этого, было установлено и само лицо, совершившее незаконную рубку. В настоящее время этот гражданин дает признательные показания в отношении него избрана подписка о ненадлежащем поведении. За данное преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. В районной администрации прошел совет потребителей ангарского филиала «Кроссека», на котором представители компании подвели итоги 2017 года и рассказали о планах на 2018 год. Работа по установке выносных приборов учета в Бугучанском районе продолжится. Большинство обсуждаемых на совете вопросов касались подключения к электрическим сетям новых потребителей и плановых отключениях электроэнергии в связи с ремонтом линий электропередач. При отключении электроэнергии в школах и детских садах было принято решение производить работы в послеобеденное время, для того, чтобы эти учреждения могли работать в нормальном режиме. Также на совете потребителей директор ангарского филиала «Кроссека» Михаил Чертков рассказал, что на прошлой неделе Бугучаны, Ангарский, Гремучий, Красногорьевский и Шиверский переключили на подстанцию «Приангарскую», электричество на которую поступает от Бугучанской ГЭС. В ближайшее время планируют переключить на питание от этой подстанции «Чунаяр» и «Корабул». Сейчас мы работаем от подстанции «Приангарская», напряжение стабилизировано, на подстанции приходит 112 кВт, и вот этих просадок и отключений уже сейчас не наблюдается. РПН, это регулятор под напряжением, который регулирует автоматическое режим. Если у нас за прошлое время срабатывал до 80 раз в сутки, сейчас он стоит на одном положении, восьмом и все. Основными вопросами еженедельного совещания главпоселений и руководителей предприятий стали работа Бугучанского сельсовета по выявлению бесхозяйственных сетей холодного водоснабжения и организация списков кандидатов в присяжные заседатели. Подробности далее. На 20 улицах Бугучан сельский совет выявил бесхозяйственные сети холодного водоснабжения, а это больше 17 километров водопроводов. Все они не оформлены официально и нуждаются в катастрофных паспортах. В связи с отсутствием денежных средств в бюджете на 2018 год администрация Бугучанского сельсовета не может заключить муниципальные контракты на изготовление катастрофных паспортов после проведения всех аукционов в случае экономии денежных средств. Администрация Бугучанского сельсовета планирует обратиться в текущем году к депутатам с ходатайством о выделении денежных средств, на выделение катастрофных паспортов на данные объекты. Вы ставьте вопрос насильства, потому что деньги распределяют депутаты. Я считаю, что водопроводы необходимо с хозяйственной стоять на катастрофе, надо людям помогать, необходимо эту работу проводить. Как человек может в 21 веке жить без водопровода? Почему люди должны страдать? Депутаты должны соответствующе принять решение, выделить деньги. Поэтому депутатам Бугучанского сельсовета на вашем месте на ближайшей сессии поставил этот вопрос. В настоящее время в Бугучанском районе идет работа по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели на ближайшие 4 года. Автоматически в системе газ-выборы в эти списки вошло более 2,5 тысяч жителей нашего района. Каждому кандидату в присяжные заседатели в соответствии с законом мы обязаны отправить уведомление о том, что он находится в этих списках. Человек, получивший уведомление в течение 12 дней, должен направить нам письмо о несогласии и перечень, по каким причинам он не может входить в список, в этом письме, в каждом письме приложено. Об организации летнего оздоровительного отдыха в Бугучанском районе рассказала Нина Копленко, начальник управления образования администрации Бугучанского района. 1656 детей у нас будут оздоравливаться в лагерях дневного пребывания детей. Лагеря дневного пребывания детей у нас будут организованы на базе 23 общеобразовательных школ. В этом году каждое общеобразовательное учреждение должно пройти экспертную оценку центра гигиены с целью получения заключения Роспотребнадзора для организации лагерей дневного пребывания детей. Такую же экспертную оценку должен получить и детский оздоровительный лагерь «Березка». Людмила Кочнева, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр» Бугучаны. Весна – это всегда пора простуд и острых респираторных заболеваний. По статистике ОРЗ является наиболее частым диагнозом среди населения, особенно в весенний период. Острые респираторные заболевания вызываются самыми разными бактериями и вирусами. И несмотря на все достижения медицины и фармакологии, они до сих пор считаются неуправляемыми инфекциями. Симптоматика – сухой кашель, который может вызывать рвотные рефлексы, сопровождаемые высокой температурой. А среди осложнений – пневмония, заболевание, которым за последнее время заболело 46 человек взрослого населения Бугучанского района. Вирус тоже не сидит на одном месте. Он меняется, приспосабливается. И поэтому в легких не определяется ничего, а очень много с осложнениями поступает пневмония. Причем вирусные пневмонии очень тяжелые. Поэтому всем, у кого высокая температура в течение трех дней, 38, 37, 8 до 39, нужно обязательно в 3-4 дня в кратчайшее время пройти обязательно флюорографию. И слово «послушаться» тут совершенно неуместно. Да, нам не трудно, мы приедем, послушаем, но эффекта от этого не будет никакого. Вот буквально у меня было два случая. Две молодые женщины с высокотемпературой, вызов врача на дом, ухом ничего не слышу, тяжелая пневмония и заканчивается лечением в терапевтическом отделении. Флюорографию нужно пройти обязательно. Слышим часто от больных. Я проходил вот в феврале, сейчас на дворе апрель. Но в феврале вы не болели? Нет, не болел. То есть пройти флюорографию через месяц, через два, через три – это совершенно не вредно, потому что там облучение буквально минимальное. Поэтому у меня большая просьба. Если, значит, есть кашель, высокая температура, нужно обязательно пройти флюорографию, чтобы не дотянуть и чтобы исключить такое осложнение, как пневмония. В преддверии праздника 9 мая четыре штаба волонтеров Победы из Неванки, Мандзи, Богучанской школы номер один и Богучанской школы номер два приняли участие в мероприятии «Города-герои России». Город-герой – это высшая степень отличия, которая удостоена 12 городов и Брестская крепость. Они прославились своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. О конкурсе и его победителях расскажем в сюжете. Защитники крепости, погибая, писали на ее стенах. Умрем, но отсюда не уйдем. Города-герои Великой Отечественной войны. Многое мы знаем о них. Можем ли перечислить хотя бы список этих прославленных городов? А современная молодежь знает и может. Именно городам-героям был посвящен конкурс муниципальных штабов Богучанского района «Волонтеры Победы». Я помню 22 июня 1941 года. Тогда в 3 часа 15 минут фашистская Германия без объявления войны нанесла первый авиаудар по мирно спавшим жителям. Я выстоял и во второй обороне. Я – Севастополь. Я храню память на своих героях более чем в двух тысячах памятников архитектуры. Я – Севастополь. Я помню и горжусь своей историей. Именно поэтому 18 марта 2014 года я вернулся домой. Россию. Сердце нашей Родины Москва – непокоренный Брест, Великий Киев, несгибаемый Ленинград, легендарный Севастополь, героическая Одесса, город славы Сталинград, ныне Волгоград, город стойкости Новороссийск, мужественная Керчь, не сломившийся Минск, доблестная Тула, прославленный Смоленск. Здесь враг натолкнулся на великое, несокрушимое мужество советских людей. Звание «Город-герой» – высшая степень отличия, присваивавшаяся Президиуму Верховного Совета СССР за массовый героизм и мужество, проявленное защитниками городов в Великую Отечественную войну. Участники конкурса представляли один из городов-героев, рассказывали о его истории, известных памятниках и современной жизни, а также показывали театральные постановки и художественные номера, которые трогали до глубины души. Просто в каску плеснула водица, и шпула, попейся, лёгко, скульптая, словно замер, лишь слеза по щеке поползла. Глубже всех его главный замысел, это женщина поняла. Участники конкурса – это ребята из штаба волонтеры Победы. Они делают большое дело, сохраняют историю Великой Отечественной войны и помогают ветеранам. Чувства гордости развиваются в нашей родине. Также ребята узнают что-то новое о городе, каком-то определённом. То есть мы пока готовились, узнали много нового о своём городе-герое, и пока слушали, мы узнали ещё новое о других городах-героех России. Да, это на самом деле очень интересно. Я вам скажу очень познавательно, потому как я узнал о этом городе очень много фактов, которых раньше, к сожалению, не знал. Вообще, что мы можем дать тем людям, которые отдали свою жизнь за нас? Мы обязаны помнить и научить этому в следующее поколение. Радует, что современная молодёжь является настоящими патриотами своей страны. Конкурс завершился победой активистов Неванской школы. Ребята представили рассказ о Брестской крепости герои. Второе место с рассказом о городе-герое Севастополе заняла команда Богучанской школы номер один. Третье место у волонтёров Мандинского штаба. Они представили рассказ о городе-герое в Москве. Людмила Кочнева, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр», Богучаны. Ежегодно союзом охраны птиц избирается «Птица года». Целью этого экологического праздника является пополнение знаний учащихся о роли птиц в природе и жизни человека. Сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края не остались в стороне. Подготовили для учеников Богучанской школы номер два познавательную викторину «Брайн Ринг». Подробности у Евгении Логиновой. Дирекция по особо охраняемым природным территориям работает с образовательными учреждениями с 2004 года, с момента образования заказника Богучанский. И праздник День птиц уже стал традиционным в нашем районе. Его основная цель – привлечь детей к проблемам исчезающих видов. На территории нашего края гнездится 360 видов птиц. И каждый девятый считается редким и исчезающим. Ну и, конечно, чтобы они знали, что у нас в районе проводится работа по охране животного мира. Ну и кто-то, может быть, заинтересуется выбирать эту профессию. В этот раз для учеников средних классов Богучанской школы номер два сотрудники дирекции подготовили «Брайн Ринг» – интеллектуальную игру, в которой побеждает наиболее эрудированная команда. Ребятам предстоит продемонстрировать свои познания не только в области орнитологии, но и истории, и даже литературы. Также к тематике игры относятся и вопросы, касаемые выбора пернатого символа года. Они руководствуются тем, сколько ее осталось в природе. Сколько осталось в мире и численности в природе. Хотелось бы, чтобы 2018 год «Котскопы» принес много интересных наблюдений об этих птицах. Возможно, новые данные об их биологии и, конечно же, помог человеку стать на шаг ближе к природе. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр Богучаны». К нам обратились телезрители с очень деликатным вопросом. Есть ли в центре Богучан общественные туалеты? Действительно, для богучанцев и гостей села это очень большая проблема. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, мы отправились на поиски общественных уборных. Вы не скажете, где здесь туалет? Нашел время. Спасибо. Вопрос всем известного телегероя, конечно, деликатный, но в то же время и очень популярный. Например, среди богучанцев и гостей села. Общественных уборных в Богучанах мало, а можно сказать, и вовсе нет. Выпив бутылочку воды, рано или поздно захочется во всем известное место. Но уже поздно, так как общественный туалет в Богучанах найти непросто. Но мы это попробуем сделать. Ну что, поищем? У гостя районного центра не сразу получится найти общественную уборную. Но, как выяснилось, и сами богучанцы не знают, где находятся общественные туалеты. Здравствуйте, подскажите, а вы знаете, где у нас общественные туалеты находятся? Нет, не знаю, я не местная. Подскажите, а где у нас в Богучанах общественный туалет находится? Неизвестно. Нету его. А сами, если приспичат, куда ходите? Домой. Не знаю. А если приспичат, куда ходить? Терпеть. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где найти общественный туалет в Богучанах? Понятия не имею. Только на трассе. За кустом. Вы не скажете, где здесь туалет? Наконец-то нашли туалет типа сортир. Затрат минимум, удобств столько же. А запах? К счастью, запах наша камера не передает. Оказывается, в Богучанах есть платный общественный туалет. Находится он в здании аэропорта. Мечта всех бизнесменов. Платишь деньги, справляешь нужду. Посетить такой общественный туалет можно за 15 рублей. Итог нашей экскурсии такой. Можно обойти весь центр Богучан, но общественный туалет так и не найти. Или выбрать из двух вариантов. Потерпеть неприятный запах или расстаться с 15 рублями. Вы знаете, где в Богучанах общественный туалет? В парке. В парке? Оказывается, мы ошиблись. В Богучанах есть приличный общественный туалет. Находится он в сквере Победы. Но о нем мало кто знает. Видимо, потому что он еще новый. Поисками общественного туалета занимались Людмила Кочнева и Александр Черкашин. Носителем русской народной песни в поселке Красногорьевске является хор «Сибиряночка», который отмечает в этом году свой творческий юбилей – десятилетие со дня образования. Поздравить юбиляров своими творческими выступлениями прибыли соседи. Такие творческие коллективы, как «Поющее мужское братство», «Акварель» и «Ангарушка». Гостей и виновники торжества, в свою очередь, радовали своими выступлениями, оставляя на душе зрителей приятные и теплые эмоции. Подробности в сюжете Евгении Логиновой. В этот день в зале Дома культуры поселка Красногорьевский собрались самые преданные почитатели творчества «Сибиряночки». Они восторженно встречали все песни коллектива. Первые поздравления юбиляры приняли от заместителя главы Багучанского района и председателя районного совета депутатов. Я желаю вам оставаться на долгие годы вот таким единым творческим коллективом, который готов прославлять свой поселок, готов дарить любой песне, желание слушать вас и, конечно же, любить вас. В творческой копилке коллектива десятки народных песен, исполняемых на высоком художественном уровне. Участников хора отличают трудолюбие, интересный и продуманный репертуар. «Сибиряночка» Коллектив «Сибиряночка» востребован, и это залог его долгой и успешной творческой деятельности. Много добрых слов гости подарили Галине Ивановне, ведь именно она стояла у истоков создания творческого коллектива. Она с улыбкой вспоминает о пройденном творческом пути народного хора. Я приехала, и Геннадий Иванович Рукасуев, директор ЛЗО, ушел и говорит, «Галине Ивановне, вы можете создать еще хор?» Я говорю, конечно, могу. И вот я пошла в каждый двор, значит, слушала голоса, и вот было 18 человек у нас на начале хора, сейчас 16. Ну, они, значит, у меня оклад делали от лиц фармкоза. Когда Геннадий Иванович ушел с работы, и меня пригласили в отдел культуры методистом. И я работала методистом, у меня было 5 формирований, и все равно я руководила хором в течение 8 лет, вот с 8 года и по 16. Ну и потом, значит, ввиду того, что дискотеки я уже вести не могла, потому что возраст, поэтому я бразды свои передала Александру Николаевичу. Юбилейный вечер прошел в атмосфере неиссякаемой искренности, душевной щедрости и радости от творческого общения. От начала и до конца концертная программа сопровождалась бурными аплодисментами благодарных зрителей. Нравятся артисты, нравятся вообще люди, которые участвуют в этом ансамбле. Нам очень нравится. Мы их все знаем. Я здесь живу 69-го года. Все нравится, все интересно. Будем с удовольствием. Этот коллектив, он всегда стоял на хорошей высокой планке. Он всегда к себе привлекал здесь, в Керсногорске. Еще когда они были с ударушкой, когда им играл Миша Фуллманов, был такой байни здесь у них. И вот тогда у них столько было желания идти дальше, идти вперед. И вот сегодня результат, пожалуйста, замечательный. И коллектив большой, и коллектив сохранил свой бывший костяк. И дружат они со всеми коллективами. Добрые, отзывчивые, хорошие, талантливые женщины. Ну и хорошо, что там мужчины есть немножко. Ну, пусть добавляют. Молодежь уже есть. Здорово. Десять лет – это только начало большого творческого пути. Впереди Сибиряночку ждет еще немало новых успехов, различных событий, важных выступлений и заслуженных наград. Ведь зрелый и, несмотря на возраст, энергичный коллектив пребывает в отличной форме, а это вселяет веру в их творческое долголетие. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр Богучаны». Состязание для маленьких принцесс. В Доме культуры «Геофизик» прошел конкурс красоты для девочек «Золушка-2018». Семь юных красавиц приняли в нем участие, но только одна стала победительницей, выиграв все конкурсные испытания. А их было немало. Это и визитная карточка, инсценировка любимой сказки, творческий конкурс, представление костюма своей будущей профессии и финальный выход в платье принцессы. Коронную ленту победительницы конкурса красоты «Золушка-2018» получила Варвара Кащенко. Первой вице-мисс стала Мария Каверзина, а звание второй вице-мисс получила Анастасия Панова. Все участницы конкурса были награждены памятными дипломами, лентами и подарками. Всем известный постулат «В здоровом теле – здоровый дух» и о том, что здоровый образ жизни играет немаловажную роль для любого человека, мы слышим с детства. Но вряд ли найдется человек, который не хотел бы быть здоровым, не хотел бы себя всегда прекрасно чувствовать и быть полным энергии. Здоровый образ жизни предполагает включение в себя целого комплекса мероприятий, направленных на улучшение самочувствия и общего оздоровления организма. Такой комплекс представили сертифицированные специалисты из Красноярска на базе молодежного центра. Подробности смотрите далее. Основную роль в профилактике большинства заболеваний необходимо отводить именно формированию человека понятия здорового образа жизни. Участники президентского гранта «Здоровье без границы», реализуемого в Красноярском крае, знакомили присутствующих с основами ЗОЖ. Мастер-классы по оздоровлению прошли в три этапа. Первым стал этап общего принципа питания. Это сбалансированность по пищевым веществам. Это значит, что ежедневно с пищей мы должны получать все пищевые, определенное количество белков, жиров и углеводов. То есть все пищевые нутриенты, но в определенном соотношении. Каждое из этих пищевых веществ определяет своими определенными функциями и отсутствие либо недостаток того или иного вещества, равно как и избыток, могут неимно приводить к сбоям в работе организма. Так, например, белки обладают пластической функцией. Пищевые синтез собственных тканей и организма жиры обладают защитной функцией. Жировая клетчатка оберегает нервные окончания, защищает внутренние органы от душилок. Также жиры участвуют в синтезе гормонов и так далее. Углеводы участвуют тоже в синтезе некоторых важных веществ и в форме растительной клетчатки, например, регулируют работу кишечника, то есть регуляторные функции обладают. Занятия спортом – это обязательное условие для здорового образа жизни, ведь не зря говорится «движение – это жизнь». Все желающие сегодня могли стать ближе к хорошему здоровью благодаря серии упражнений для развития мышц всего тела, улучшения осанки и координации под названием «пилатес». Это оздоровление в первую очередь позвоночника, опорно-двигательной системы, и через упражнения особые принципы пилатеса – это укрепление всего организма. Помимо ежедневного сбалансированного питания и регулярных занятий спортом, необходимо отказаться от вредных привычек и приобрести душевное равновесие. Здоровый образ жизни нельзя будет назвать здоровым при наличии подавленного или плохого настроения. Здесь просто не обойтись без третьей составляющей ЗОЖа – грамотного психолога. Осознанно подойти к своей жизни, потому что здесь речь идет о том, что мы на 10% осознанно, и все остальное – это подводная часть айсберга. И мы будем идти как раз в ту сторону, неосознанно, и понимать, какие истинные причины тех событий, которые происходят в жизни человека, и которые он, например, хотел бы поменять. В большинстве случаев многие заболевания вызваны именно неправильным образом жизни, в основе которого лежит резкое сокращение энергетических затрат и неполноценное питание. Соблюдать ЗОЖ – это значит так организовать свой распорядок дня и жизнь в целом, чтобы от любого действия получать только положительные эмоции и пользу для своего здоровья. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр Богучаны». Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Компания «Рулевой» предлагает услуги комфортабельных микроавтобусов на рейсы из Богучан и из Красноярска. Ежедневно в 10.30, в 14.00 и в 18.30. Я постоянно езжу на автобусах компании «Рулевой» очень доволен. Компании «Рулевой» только опытные водители. Страхование жизни каждого пассажира. Для наших пассажиров мы постоянно проводим подарочные акции, а для именинников действуют скидки в течение всего месяца на рейсы из Красноярска. «Рулевой» – компания, которой доверяют. Дешевая аптека на Ленина 40 открыта. Широкий ассортимент препаратов. Можно найти все. Грамотные консультации специалистов. Грандиозно низкие цены навсегда. Добро пожаловать в дешевую аптеку на Ленина 40. Здоровья вам и вашим близким. КПК «Енисейский накопительный центр» в центре «Богучан» дает старт новой программе. Время пришло приумножить свои сбережения с программы «Весенние каникулы». Вы получаете свои проценты сразу. Все сбережения застрахованы. Ставка до 13% годовых. «Енисейский накопительный центр». «Богучаны». Переулок Первомайский, 9. В районе Центрального рынка. Ходите в аптеку лишь для покупки лекарств? А хотите заодно получить консультацию офтальмолога, проверить зрение и подобрать ортопедическую обувь? Тогда вам в аптеку номер 51 на Перенцона 3. Все направления услуг в одном месте. Профессиональная оптика, ортопедия и экспресс-проверка стопы. Консультации квалифицированных специалистов. Приятный бонус. Скидка 10% по всем картам Сбербанка. За здоровье приходите к нам в губернские аптеки на Перенцона 3. И видите противопоказания. Необходима консультация специалиста. Госуслуги подешевели для пользователей единого портала. Цены скинули почти на треть от тарифов. Мелочь, а приятно. Как платить меньше, рассказываем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok